Есть еще два. Вот эти называются «Человеческие годы». Большая часть людей вот в этих трех годах живут. Скажите, пожалуйста, кто внутри из этих людей самый сильный? Сильный людей, людей, людей. Вот эти. Согласны? Здесь в чем слабость? Здесь слабость и сила в моих семейных отношениях. То есть сегодня мама в хорошем настроении, я сильная. Сегодня мама хмурится, я слабая. Завтра муж на меня дуется, я совсем ослабла. Сегодня в хорошем настроении. То есть мои связи сильные и слабые. Но они гораздо лучше, чем здесь. Потому что тут он вообще человек-одиночка. Вообще вся сила заключается в связи. Знаете, вот как Уран. Вот пока Уран в связи все есть, он безопасен. Но как только связи начинают рваться, атомная бомба. Поэтому у человека, как только начинают рваться связи, это очень болезненная вещь. И поэтому, если у человека нет вот этого кода внутри, я вас всех поздравляю, то, что вы слушаете лекции, это уже 100% говорит о том, что вот сюда как минимум движетесь. Но любые семейные передрязги и так далее, и так далее, вот при помощи этого мы можем пережить. Мы можем понять, что да, карма придавила сейчас, надо терпеть и так далее. Еще вспомните реинкарнацию, вспомните, что вообще вот просто так травинка не шелохнется без воли Бога. Потом вспомните, что время течет, время меняется, все сейчас будет меняться и так далее. То есть вы сами себе можете внутри что-то такое найти, какие-то такие идеи, которые способны переживать. Но если у вас этого нет, вы здесь все время зависимы от своих близких. И близкие от вас тоже. И вы просто, если у меня плохое настроение, я просто, ну, как бы сбрасываю на вас его, и все. Но если у меня плохое настроение, я в религиозный день на входе, я начинаю с этим работать. Я понимаю, что я вообще не должна на вас его сбрасывать и так далее. Но человек, как вы заметите, вы можете ходить то туда, то туда, то сюда, да? Порой вот здесь. Но все-таки ведущий какой-то есть вот. Скажите, пожалуйста, кто наиболее обидчивый здесь? И эти, и эти, да? Но эти просто такой хрой уже, да? Раздражение, обида. Если вы хронически обидчивый человек, это означает, что нам нужно добавить. Нам нужно добавить вот это. Согласитесь, здесь сила. Если я считаю, что я маргинал, маргинал – это означает, что у меня нет глубоких доверительных отношений. То есть я ни с кем не делюсь, я одиночка по центру. Я даже могу быть внутри религиозного общества одиночка. Не означает, что если я вот здесь, то я не здесь. Если я принадлежу религии, я могу быть маргиналом и принадлежать религии. И маргиналы в религии – это несчастные люди. Вот просто маргиналом видно по лицу. Это либо излишне такие вот. Знаете, я так вот. Все так классно так, знаете, вот. Изо всех сил классно. А вот просто я вот просто захожу и всем, где все видят, как мне хорошо. Вот как бы, знаете, как если вам ботинки не жмут, вы о них и не разговариваете. Правда же? То есть это состояние прелести называется. Вот маргинал, он либо в состоянии прелести находится, либо в состоянии отчуждения. То есть вы сразу видите, как бы вы видите лицо, но вы понимаете, что человек внутри себя ушел от вас. То есть вы не чувствуете контакта с ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова